Просачиваемся, не останавливаемся, уходим на крестцы. То есть уходим с Ленобласти, в крайнем случае, вот точка крестцы. До туда, чтобы все ехали, да. Через Койбор сейчас он проезжает. Ну они все знают, все в курсе. Ну я там ребятам всем говорила, пора всем что договорить. Да, давай. Хорошо. Хорошо, хорошо. Что-то да, я уже думаю, блин, неужели так все плохо. Нам до 4 числа курить бамбук в Москве. Почему до 4-го? Потому что я думаю, что до 4-го числа же у нас Котов сказал, там будет... Ну да Котов приедет с коммунистами и че-то. Коммунисты будут нас пянуть, что мы с ними под флагами КПРФ. Да почему бы то ни было флагами, нам в любом случае надо продавить этот платон. Скажите, а если вот никто не подъедет, и вы потом будете один, вы все равно поедете? Да нет, один в поле не воин. Че я поеду один? Сдавайте, пожалуйста, все, вы здесь стоите. А все, уезжаем. Все, уезжаем. Котовик останавливается, мобильчик стоит. Давайте, разъезжаемся. Мы вас поняли, мы вас услышали, мы уже исчезли. Мы ждем. Дальше уже будем смотреть по ходу дела. Кто прорывется, кто не прорывется туда. Потому что по всей стране в Москву не пускают. Пустые фуры вообще разворачивают. Смоленских сегодня там пьяными сделали вообще на штрафстоянке. Позагнали. Это как называется? Неприятная новость была для меня. Я в пути, и тут такая информация, мне люди говорят, пришла. И по рации, причем распространяют то, что дальнобойщики разворачивайтесь, едьте в Питер. Пришла информация о том, что потом, говорит, все переносится. Ну, развод, короче, ясно. Мне, 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 да, Александр Абалов сказал, вот, собираю машины на Босту-Порковский. И как только это все будет готово, сообщите мне. Продолжение следует...